Ир, такой вопрос. Я знаю, что ты отправляла какой-то багаж. Это опыт, о котором... Вот я, например, не могу ничего рассказать, поскольку у нас багажа не было. Вот мы по два чемодана нарыли и уехали. У нас так же. Ты знаешь, у нас тоже не было багажа. А что вы в Пулково там оформляли? А, это было очень интересно, потому что багаж, который летел с нами, его нужно было заранее пройти таможенную. Я понял. Это не был просто... Это не был, который шел под контейнерами моря. Да. То есть вы контейнеров не славили? Нет. Мы... Те самые чемоданы, которые ты вез с собой, по два на человека, до нас было четверо. Мама, папа, я и ребенок. И у нас, нам положено было 8 мест. Угу. И эти 8 мест нужно было привезти, как минимум, за 3-4 дня на таможню. Они назначали день. О, как иди. Мой день был 31 декабря. То есть... Новый год. Хорошо, да. И я туда пошла, и мне родители дали кучу наличных, для того, чтобы я могла дать их грузчикам и таможенникам, если понадобится. При этом при всем было сказано, что если они захотят что-то взять из багажа, отдавать даже не думая. Поэтому, когда они досматривали багаж, и там какой-то таможенник говорит... О, а я перед этим... Самое удивительное, я успела съездить в гости в Америку. Угу. И вернулась обратно, и у меня были какие-то бусы. Дешевые супермаркеты, там какие-то по 2-3 доллары, не знаю, для волос. Я говорю, а это что? А это что? А это что? А это что? И я как бы, поскольку меня накрутили, подготовили для этого. Я говорю, ну, ваша жена... Я говорю, вы жената? Он говорит, да, жената. Я говорю, вашей жене это очень понравится. И я даже не успела заметить, как они исчезли с прилавка, на которую меня досматривали. А потом там досматривали какие-то, какой-то багаж, какие-то вазы, там, не знаю, кастрюли, whatever. Как кто-то был злой, кто-то был не очень злой. Было 31 декабря... А в 31 декабря в каком часу? Вечер, вечер, поздний вечер, восемь вечера, девять вечера. То есть уже людям гулять парад? Новый год практически, да. И мне грузчик ко мне подходит и говорит, тебя как зовут? Я говорю, Ира. Он говорит, ты по-батюшке. Я говорю, Ирина Юрьевна. Ну, что ж ты, говорит, Ирина Юрьевна, даешь? Говорит, Новый год, а ты без водки. Я говорю, ну, прости, может, бабками? Он говорит, ну, давай, посмотрим, что можно сделать. Я говорю, сколько? Он говорит, триста. Триста? Значит, ну, по тем временам это 2-месячные зарплаты. Но все приличные деньги, да? Это очень большие деньги. Это до налога. То есть там налог был небольшой, но все равно, да, как бы это больше даже, чем 2-месячные зарплаты. Но кто там уже кому считал? Да, там уже никто никому не считал. Я, естественно, отдала эти триста рублей и кое-как-то. Там таможенник лютовал один, страшно. Он что-то выкидывал, чего-то запихивал так, чтобы оно все разломалось специально. Но на удивление все дошло, в общем-то, более-менее прилично. Там у одной какой-то вазочки чего-то там откололось, что, в общем, совершенно не было значения. Вазочка и вообще вот это вот, ну, так сказать. Ну, это такой штрих напоследок был, знаешь. Вот эта вот стигня, которую мы с собой везли и с которой было страшно расстаться. Это в итоге пригодилось или все это так довольно быстро ушло на помойку? Ты знаешь, ты будешь смеяться. Этот сервиз, остатки этого сервиза, от которой вазочка там чего-то, у мамы до сих пор и есть. Она до сих пор им пользуется. А она с этим пользуется, не так стоит. Абсолютно. Это был сервиз, абсолютно обычный сервиз ЛФЗ, Ленинградского фарфорового завода. Да, да. Да, который просто купили, потому что сказали везти с собой. Ломоносовский. Ломоносовский фарфоровый завод. И, естественно, мы как бы пользовались, потому что другого не было, хотя он был такой богатый. Да, он был такой красивый, с золотом, с листами, с какими-то там. Да, да. Золотая осень называлась. Кобальтовая сетка у нас была, но бракованная без золота. Да, да. Поэтому она была дешевая. Мы были не богатые, поэтому нам золотом не досталось, купили какую могли. Ну да, в общем, было очень смешно. Видите, югославские чугунные кастрюли везли с собой. Чугунные? Знаешь, такой набор был. Югославские кастрюли красного цвета. Они были чугунные, на которые ручки такие металлические надевались как бы снизу. Они были единым целым. Чем грузили аэрофорты? Безумно тяжелые. У нас были какие-то баулы, и мы эти кастрюли перекладывали среди постельного белья, потому что постельные, ну как бы подушки, одеяла буковые были легкие. У мамы до сих пор есть какие-то подушки, которые она привезла. Постельным бельем пользовались? Ой, ты будешь смеяться, я не... Значит, сколько прошло? 28 лет, да, как мы здесь. И год назад где-то я с антресоли сняла чемодан, в котором лежит. Лежало полотенечное полотно льняное, какие-то индийские постельного белья. Какая-то... Ой, чего только там не было. Какие-то льняные простыни, которые ни разгладить, ни постирать. Вот то, что тогда везли и осталось. Вот оно как все лежало, так и лежало. Потому что здесь другие простыни, другое все. Другие наволочки, другие подушки, все другое. Ира, год назад... Год назад... Давай я войду в экран. Слушай, это вообще нечто. Год назад, примерно, мы... Еще жива была Светина мама. И там у них в доме был ремонт. И надо было ее перевести в другую, значит, в другую квартирку, где там все это происходило. Ну, где можно было... Пока ремонт. И вот, значит, в эту квартирку поселили. Те-то лица моего нет? Там его нет. Сбоку вот. Да. Значит, короче, мы разбирали хлам, который там есть. И нашли... Вот ты говоришь про белье. Значит, белье мы нашли. Оно лежало в чемодане. Да? Чемодан этот... Ты говоришь, да. Это еще не да. Чемодан этот был привезен Светиным папой в сорок пятом году из Германии. Ой, блин, нет, у нас такого не было. Это был чемодан, который можно к карете прикрепить. Значит, он был толщиной сантиметра два кожи. Шикарный. Он весил килограмм восемнадцать. Сам по себе этот чемодан. Так это же все килограммы, которые можно было взять. Без белья, понимаешь? Он весил килограмм восемнадцать. Вот. И это был... Он еще был в таком брезентовом чехле на заклепках. Таких бу-бу-бу-бу-бу. Это была вещь сама по себе музейная. Понимаешь? И я, плача, выбрасывал все это вместе с бельем. Понимаешь, что... А мне сотрудники говорят, надо же было оставить чемодан. Я говорю, а где? Куда его где? В музей надо было встать. В музей надо было встать. В музей надо было встать. Да, я просто говорю, мало того, что, значит, белье. А белье это уже пожелтело за эти там годы. Ну, ты знаешь, мое как бы сохранилось на удивление довольно прилично. И я еще даже повесила какое-то объявление на фейсбуке. И девочки приходили и забирали у меня это. У меня какая-то кисия была, из которых я сшила шторы на кухню в Ленинграде. Да, у меня там какая-то шерсть была, какой-то капорт, какой-то длин, из какой-то натуральной шерсти, связанной на заказ, на отъезд. Это, чем он нужен. Слушай, давай так, просто. Ну, они у меня до сих пор сейчас в шкафу лежат, я его, это самое, распустила. Я распустила это все, и шерсть это надо постирать и перевязать. Ну, и не знаю, носки связать, я не знаю, что. А ты начинаешь вязать носки? Я умею вязать носки. Хочете свяжать? А я вот уже только что связала какую-то пару, кому-то назовешь. Света, принеси носки, которые... У меня как только стресс, я начинаю носки вязать. Света, принеси носки, которые принеси нам. Ну, не важно. Ну, суть не в этом, суть в том, что, как бы, но самое, что интересное, что все вот это, вот полотенечное полотно, все это льняное, все эти простыни, это все осталось с 80-го года, потому что маме сказали, что в Италии, тогда же ехали через Италию, да? Вначале в Вену, потом в Италию. И в Италии, чтобы на что-то можно было перебиться, чтобы какие-то дополнительные деньги были хоть сколько-то, можно было ходить на рынок и что-то продавать. Значит, были хлопковые нитки под названием «Ромашка». Это были вот такие круглые бобины хлопковых ниток, в которых стоял там какой-то номер, да, и они назывались «Ромашка». Так. И они… Они были однотонные? Нет, они были однотонные, не знаю, белые, можно сказать. У больших двух не было однотонные? Да. Они были типа белые. И потом было льняное полотно, причем самое интересное, что оно доставалось по очень большому блату. У нас знакомая работала в гостином дворе, и она маме по большому блату с большой секретностью доставала эти дикие количество метров этого льняного полотна на простыни. Точно такое же льняное полотно на полотенце, и это кисия на эти окна, и вот это все приперли сюда, и я пыталась кому-то это все втюхать. Люди, которые сейчас живут, они не понимают разницы между купить и, например, достать. Не, ну правильно, смотри, ты приходишь в магазин, да, там лежит просто, ну, ничего, максимум, ну, хорошо, если лежал какой-нибудь ситчик. Знаешь, из-за них кто-то… У вас, говорит, есть веселенький ситчик, приезжайте обхохочетесь. Да? То есть вот максимум лежал какой-то ситчик. Приличных тканей в магазинах не было вообще, ниток никаких не было вообще. То есть в магазинах были пустые прилавки. Вот вы заходите в овощной магазин, там нет даже милого лука, да, то есть вообще ничего не было. Мы уезжали, все было по карточке. Ну это просто 90-е годы, да? Это не в Москве, это в Питере. Ну, в Москве было лучше, в Питере был другой. Да, нет, лук, как сказать, в магазинах, да, ну там лук, картошка полугнилая, конечно, были всегда. Но мы покупали на рынке картошку, потому что в магазинах есть было невозможно. Я извиняюсь, рубль три кило или другие цены возьмут? Слушай, я уже не помню. Ну, наверное, где-то, наверное, цены были, в принципе, одинаковые. Конечно, ты показывай, вот нам зрители приносят, друзья, нам зрители приносят, это для Светы, это для Светы, это вот мне лично. О, это какая-то ж пуховая, да ты чего? Это же вообще супер! Ты не понимаешь, у меня папа когда работал в этих, ухаживал за моей мамой, и он тогда работал в Оренбурге на полигонах, он оттуда привозил пуховые платки из Оренбурга. Я привезла эти платки с собой сюда, в Калифорнию. То, с чем я не смогла расстаться. Он через колечко так проходил вообще? Белый, да, белый, тонкий, пуховый, он проходит через, ну, правда, мужское кольцо. Ну, сейчас у меня руки поправились, но тогда у меня были совсем тонкие пальцы, он меня через кольцо не проходил. Через мужское кольцо, да, этот платок проходит. Толстый, серый, такой толстый, теплый, в котором женщины там все переходят зимой, да, он, естественно, через какое кольцо не пройдет. Хорошо, хорошо. Значит, вот, по твоим наблюдениям, люди были, мебель везли, да, там они какую-то… Да, я знаю, у нас были знакомые. Вот они этой мебелью реально пользовались потом, или стыдно было уже? Нет, ну, как тебе сказать? Почему они везли мебель, скажи мне? Ну, смотри, ну, смотри, значит, человек живет, да, в Ленинграде, он с большим трудом доставал какую-то немецкую мебель, да, немецкую, чешские диваны, например. Мы… Я вам расскажу, какие у нас были диваны. Значит, папа у меня был ветеран войны, он не был инвалидом войны, но у него был приятель, который был инвалид войны. Это лучше? Это лучше, потому что льгот больше. Да. И инвалидом войны полагалось, сколько-то там какая-то была квота на какую-то мебель в каком-то специальном магазине. А поскольку тому было не надо, он жил с детьми, которые уже там каким-то образом купили, достали или еще чего-то, он папик как бы сказал, что, it's ok, давай, говорит, я тебе куплю мебель, которая тебе нужна. И они пошли, и он купил диван и два кресла раскладывающих, диван раскладывающийся спальный и два кресла. И это было просто, ну, я не знаю, но это был верх вообще мечтаний на тот момент, да. Стенка у нас была, правда, советская, но у людей была немецкая стенка. Ну, что, это же, какие связи были задействованы во всем этом? Да. И как же это было не увести все, что не по сильным трудам вообще было заработано, три цены заплачены. У меня была студентка одна, она была из западной Украины откуда-то, я не знаю, ну, вот не черновцы, а типа черновцов что-нибудь там, не знаю, может быть Хмельницкий там или я не знаю, что-то такое. Ну да, Криворок. Ну, нет, нет, Криворок там подальше, это по Кривой. Значит, так вот, откуда-то западную Украину. И она была бухгалтером на мебельной фабрике. И она привезла целый контейнер мебели, свои собственные черновцы, из черновцов она была. Ну, я смотрю. И я говорю, вывезли мебель из черновцов? Да. Говорю я. Да. Она говорит, да вы, говорит, придите ко мне домой. Она говорит, вы посмотрите на эту мебель, это же там такие породы дерева, это там такое-сякое, вы здесь не купите такую мебель? Никаких пород дерева, просто современная обычная мебель, которая сейчас есть в любом китайском магазине, плюс-минус. Я уж не говорю про русский магазин в Сан-Франциско. Да. Там всю итальянскую панировку. Ну да, ну да, примерно все то же самое было. И то, что люди везли с тобой, безусловно, оно их, ну как сказать, смотри, эти контейнеры приходили через 3-4-5 месяцев после того, как люди уехали. Да. Значит, если они как-то перебивались на тот момент, чтобы как бы спать на полу и ждать своей мебели, хорошо. Да. И тогда они эту мебель ставили, им на первое время хватало. Примерно через год, когда люди вставали на ноги, они выбрасывали кедреные фени все это мебели, покупали все новое. А мало того, эти контейнеры приходили полуразрушенные, полугнилые. И там еще чего-то, потому что они шли морем, и этим морем эти корабли шли непонятно сколько, непонятно куда, непонятно где. Эти пьяные матросы. Ну, не, ну то есть ты понимаешь, да, то есть эти контейнеры, за ними никто не следил. То есть там какое-то вредительство. Там очень много вредительства. Ну, из того, что я знаю, да. А такой вопрос. Вы книги слали посылками? О, это хороший вопрос. Мы сами книги не слали посылками, но мамина сестра, которая выезжала после нас, это был 93-й год, наверное, где-то, она прислала дикое количество книг. Она ходила, и она присылала эти книги, практически все находила. И у нее до сих пор стоит книга вся уставлена, квартира вся уставлена этими книгами. Половина которых была сдана в местную библиотеку. У меня брат, у него была удивительная подборка книг. Он фанатично собирал книги по математике. Вот все, что, пока он учился на битматике, все, что им говорили, что ценно. Ну да. Он знал, у него были все книги. У него была библиотека, от которой люди офигевались. Ну да. И вот он ее пересылал. Я боюсь собрать, сколько там этих посылок было. Вот получали, получали, получали. Тетя у меня послала где-то порядка 30-40 посылок. Мы свою библиотеку продали. У нас было издание Пушкина в одном томе с папиросной бумажкой, перекладываемой между иллюстрациями, которая одна стоила бешеных денег по тем временам. Но эволюционная? Нет. Ну, начало до советское, скажем так. Это нельзя было вывозить. То есть раньше с ятями было. Да. Вывозить было и нельзя. Не подлежало. А почему? Историческая ценность. Это была из государства. Нам бы ее не дали вывести ни за что. Включая книгу о вкусной здоровой пище, которая была издана в 1932 году, а вывозить можно было после 1932 года. Я прошу прощения, только сейчас сказали, что они заменили папа в сказке о Балде на купца. Какая нахрен историческая ценность? Ну, неважно. Игорь, на тот момент это была историческая ценность. И вывозить, да, и вывозить Пушкина в том, в Сафьяновом таком переплете, стесненным профилем Пушкина. Борельеф такой был прямо стесненный на книге. Скажи, Томскам, у тебя больше 5 золотых предметов на вынос. Очень смешно на эту тему. Так. У нас не было 5 золотых предметов. Мы были довольно небогатой еврейской семьей. Позор. Позор нации совершеннейший. А я тебе скажу еще почему. У нас были билеты на выезд в октябре, но пакет, так называемый, документов не успел прийти. И нам пришлось от этих билетов отказаться. И новые билеты нужно, мы не успевали в очереди достояться до них. Да. Потому что нужно было записываться, отмечаться по 4, по 3-4 месяца. И до билетов нам было не достояться. Нам пришлось их покупать за двойную цену. Да. За двойную цену мы не рассчитывали. И поскольку как бы надо было где-то взять еще 3,5 тысячи долларов. Рублей. Sorry. А нас было 4 человека. То пришлось как бы продать все, что только было как бы более-менее ценного. Включая квартиру, которая была на самом деле. Она была как бы нелегальный обмен. Она была государственная. Но мы нашли знакомую, которая жила в коммуналке. И мама за две недели провернула какой-то совершенно атомный обмен между прописав всех нас четверых в ее коммунальную квартиру, а ее в нашу, за что та нам заплатила столько, сколько нам надо было на билеты. То есть за дорогу. То есть за дорогу. Ну то есть за дорогу. То есть в ноль вышли. Знаешь, немножко раньше, вот не когда страна начала высыпаться, а когда страна еще твердо стояла на ногах, за такие обмены вам еще 10 лет отказ дали. То есть они за этим следили внимательно. Может быть. Но это как бы произошло на сломе как бы годов. Да. Новый год. Новый год. И там как бы народ еще не успел прочухать, а мы уже уехали. Да. Как бы и все, слава богу, благополучно закончилось. Потом это была уже перестройка в принципе. И в общем-то какие-то послабления более или менее были.